Дмитрий Лебедев родился и вырос в Арзамасе. В нашем городе никогда не был. Окончив школу с отличием, поехал учиться в Москву. Уже на первом курсе ребята посоветовали записаться в проект в гостях у будущего работодателя и съездить на собеседование в Саров. Спустя два года молодой человек воспользовался этим советом. Моя специальность – ядерная физика и технологии. Я выпускаюсь, в дипломе будет написано, что я инженер-физик. Как я понимаю, в принципе, у меня будет узкая специальность, связанная с экспериментальными методами ядерной физики. Там связано это с детекторами, с излучением, с ускорителями и так далее. Выбор этого жизненного пути у Дмитрия осознанный. После школы он долго думал учиться в родном городе, ехать в Нижний Новгород или пытать счастье в столице. Вскоре подал документы в Москву и вот уже три года с каждым днем все больше погружается в то, с чем решил связать свою жизнь. То, чем я буду заниматься, мне нравится. Ну, я заинтересован на данный момент. И чем глубже я погружаюсь в предметы, которые по специальности, мне начинает еще больше нравиться. Собеседование в Сарове для Дмитрия – отличная возможность не только посмотреть закрытый город. По словам молодого человека, здесь есть множество вариантов проявить себя как специалиста и, возможно, даже сделать какое-то научное открытие. А встреча с представителями подразделений ядерного центра добавила еще больше уверенности. В будущем стоит жить и работать в ЗАТО. Нас вводят в курс дела, чем мы будем заниматься, где мы будем заниматься. На данный момент я приехал в Саров. То есть здесь это одна из площадок, на которых я могу себя реализовать, могу построить здесь карьеру как физика и заниматься чем-то, связанным с моей специальностью. Практика собеседований, когда студенты ведущих вузов приезжают в города, где в них есть потребность, как в высококлассных специалистах, существует не первый год. Подобные встречи идут на пользу и студентам, и работодателю. Первые находят коллектив и работу по душе и призванию. Вторые аккумулируют лучший научный потенциал страны и создают все условия для выполнения самых сложных научных задач. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.